Сидим здесь 15 дней, ни с кем не видим, ни с кем не говорим, живем в каком-то селе. Мне уже давали задание, какой-то человек заставил меня представлять ловить барана. Это была жаришка. Мы в Митю, а как мы с тобой в электричке деньги зарабатывали? Ну, не только с Ксю, как бы, да? Опачки, смотрите, задание. Пусть Васич расскажет три анекдота. Оплачено. Анекдот про слона. Мы очень хотим общаться и играть. Покалывать, дайте нам задание. Ой, что это? Там что-то оплачено. А что, что, прочитайте? О, классное задание. Ребят, короче, да. Что? Ксю поцелуются по-взрослому. Ни-хера себе. Вы че? Нет, нет, нет. Вы че, мы родственники. Вы че, охренели что ли? Почему он доказать-то пропускает? Подожди, а что здесь по-взрослому? По-взрослому с языком. Фу, ну всерьез. Тебе показать по-взрослому? Иди сюда, я тебе покажу. Покажи на ярко. Блин, это будет не очень. Мы же играем. С языком? Все. Че на фигня хватит? Все. Мы сделали задание, реально. Ты будешь меня ждать? Да. Точно? Да. Ну ладно. Все. Все задания, которые мы будем выполнять, прежде чего будут описывать каждого человека. Из вас. Это будет лицо страны. Давай, давай. Здравствуй. Я канцлер, да. Смотри, вот мы подключаем. Вот так мы идем. Смачно это нужно делать. Ни хрена себе. И две-дри раз. Вы можете посмотреть, как мы едим с противня. На самом деле у нас нет сковородки, у нас нет кастрюли. Вы можете нам помочь на самом деле и прокачать нас до второго уровня. Это наш магазин, ребят? Да, это наш магазин. Ноутбук. Ноутбук. Телефон полторы тысячи. Уважаемые смотрители, вы не представляете, мы здесь по сути без связи. Мы не знаем, что находится за пределами этого дома. Макс, что делаешь? Заряжайся, это мне помогает, понимаешь? На целый день. Кто-нибудь, создайте задание, чтобы мы все устроились на работу. Просто мы на самом деле без ваших решений не можем делать ничего. Я хочу, хочу. Смотрите, вы сами можете создать задание, назначить из-за него-то слева. То есть получается, я могу просто придумать задание, а кому оно понравится, кто-то его может оплатить. Но, но если оно не оплачено, мы задание не... Игнать, привет! Я живой человек, ко мной будут играть и покупать мне там, что я хочу, да? Мною будут играть. Нет, ты же там, ты герой, а они... Я серьезный человек. Ты благодарен. Раз, два, три. Раз, два. Раз, два. Кто хочет, чтобы я провела кому-нибудь мероприятие, я всегда за. Сделаю ваш праздник самым незабываемым, самым ярким, самым красивым. А, Е, правильно Е говорю, вот эти А. А вот так, мы будем локтями шевелить? Серьезно? Мам, повторяйте. Что он делает? Слушайте, ребята! Пожалуйста, кто-нибудь дайте задание Юрцу, чтобы он серенаду спел кому-нибудь под окном с гитарой. Неизвестно, куда приведут эти пути, но мы здесь собрались у всех у нас один мотив, добраться до вершины и построить свой дворец. И, кстати, доброго времени суток меня звать Юрец. Мне снилось, как все мы вместе охотимся на динозавров, и в то же время потом снилось сразу будущее. И в то же время снилось, что как раз вот мы вот эти вот самые игроки. Полный бред. У меня суть сна была в том, что как будто я вас всех знал с самого начала, с самого начала вообще... Эволюции человека? Да. Нас, короче, всех собрали здесь, потому что мы, как оказалось, все вот, вся наша семья уже, так можно сказать, мы родственники. Мы внуки, правнуки нашей бабули Прасковии Павловны Смит, которая на самом-то деле оставила нам наследство. Это хренище бабла. Потому что у нее не было детей. У всех шести человек был один сон, у всех. Общий. Общий. У нас реально одна бабушка, и мы все родственники, но мы нахрен вообще с разных мест рассмотрим. И вот еще одна фотография. И еще одна, короче, фотка. А вот это вот посередине бабушка наша, да? Или вот это в шляпе-то бабушка получается? Она ушла из жизни, и ее завещание перешло вот к... Изольде Кац. Милана, в общем, здесь живет. Она хозяйка этого дома. Да, она хозяйка дома. Мы пока не понимаем, в чем дело, но она чем-то вот владеет. Тут не только еще Милана появляется, здесь появляется мужик в каком-то черном капюшоне. Непонятно, кто это для меня до сих пор. А вот и та дама, о которой мы сегодня говорили. Она таинственная и непонятная. За то, что вы выполняете задания от ваших смотрителей, как вы их называете, они вас благодарят подарками. Вы все помните об этом. Ухаживают. Как ты говоришь? Прокачу. Да, спасибо. И, в общем, время пришло подарков. Продукты пришли! Продукты! Тушеная говядина живем! Да, блин, короткий денек. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продукты! Продолжение следует...